Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса. Пусть вас Бог благосовит. Всех женщин поздравляю с этим женским днем, с праздником 8 марта. Пусть вас Бог благословит. И вы знаете, на самом деле у меня есть от Бога пожелание для вас. И это поможет каждой женщине. Сто процентов. Я понимаю, что всегда приятно слышать слова любви, нежности. Мы желаем вам и любви, и счастья, и благополучия. Все это хорошо, все это мы принимаем, все это мы забираем. Но то, что я хочу вам пожелать, то, что меня Господь положил на сердце, это чтобы вы имели веру Божью. Послушайте, вам могут желать очень много хорошего, вам могут делать комплименты, но в вашей жизни может присутствовать то, что вас мучает. То, что не дает вам свободы и покоя. И вы можете улыбаться, вы можете все делать, но что-то вас мучает. Как ту женщину, мучила, которая страдала кровотечением. Мы возьмем это как прообраз. И ей нужна была вера. И знаете, какую радость она пережила, потому что она имела веру. А когда она ее получила? Тогда, когда она услышала об Иисусе. Написано, услышав об Иисусе, она стала говорить, я буду исцелена. Вера поможет каждой женщине обрести любовь, счастье, прорыв, перейти любую проблему и войти в обитованную землю. И каждого Господь желает перевести из рабства в обитованную землю. Такого человека нету, которого Господь не хотел бы вывести из рабства в обитованную землю. Поэтому каждая женщина будет иметь любовь, будет иметь счастье, потому что она постаралась обрести веру. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Знание воли Божьей. Часть вторая». Господь все решил, Господь все совершил, у Господа есть все назначено, что нам нужно войти в Его волю, в Его планы. Да кто мог такую землю придумать, такую красоту, такое воинство, такое могущество? Только Он. Мы только можем быть здесь и пользоваться, и распоряжаться. У Господа все готово для нас. Все самое лучшее. Вы можете сказать так, да, 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 да. Но не говорите так. Просто внимательно слушайте. Помните, как один калека, он внимательно смотрел на Павла. Внимательно смотрел и слушал. И написано, Павел, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал ему, Еней, вставай. Вначале Павел не говорил ему, вставай. Он не молился за исцеление. Почему? Он не был готов, он не был настроен. Это было бы бесполезно. Это был бы бисер, брошенный перед свиньями. Жемчуг. Но когда человек готов, когда он умеет веру, а когда он умеет веру? Когда он услышал, и он начал размышлять, он понял, он настроился. Он говорит, вот мое чудо, вот мой прорыв. И тогда Бог действует. И Павел говорит ему, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, видеть ее можно увидеть. Можно быть просто смотреть, можно просто слушать. Толпы людей смотрели на Иисуса, толпы людей слушали Иисуса. И написано, что кто Иисуса никто не толкал, никто не трогал его, он в толпе людей был. Однако одна женщина прикоснулась к нему с верою. Вы понимаете, что вера уже по воле, помимо воли Иисуса, совершила для нее чудо. И вот Иисус очень удивился. Он удивился. Кто из людей мог такой секрет открыть? Как? Кому это удалось? И вы знаете что? Иногда хорошая жизнь не откроет тебе этих секретов. Я тебе это скажу. Кто-то из людей сейчас плачет, что у него плохая жизнь. Послушайте. Радуйтесь. То, что у вас есть проблемы. Радуйтесь. То, что у вас есть вызовы. Радуйтесь. Почему? Потому что благодаря им вы будете искать выход. И вы найдете в Боге его. Эта женщина никогда бы не поверила в Иисуса. И она, может быть, прожила жизнь, как все нормальные женщины, и просто умерла бы, и все. А так она встретилась с Иисусом. Скажите, без проблем она встретилась бы с Иисусом? А мы встретились бы с Иисусом без проблем. Если бы мы не ощутили свою греховность, да многие люди пришли к Богу, пришли в церковь, потому что проблемы, потому что ситуации привели. Так воздайте славу Богу за ваши беды и проблемы. Потому что каждую из них Бог обернет во славу. Как в прошлый раз я говорил, можно жить так, что даже твои какие-то ошибки будут обернуты во славу. Почему? Потому что ты любишь Иисуса. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ты не хотел, но ты сделал ошибку. Ты сделал какой-то провал, у тебя произошел. И все равно Бог оборачивает во славу. Потому что ты Его любишь. Твой мотив любовь к Богу. Чем больше узнаешь Бога, тем больше понимаешь, что Его воля для человека самая лучшая. Наша проблема, что мы не доверяем Богу, мы верим в Бога, но Ему не доверяем. И это не является верой. Вера – это доверие. Доверие. Когда человек ложится на операционный стол, вот он верит хирургу, он доверяет и говорит, режь, хирург, режь мое тело, я разрешаю тебе даже что-то отрезать. Он доверяет ему 100%. А вдруг хирург будет что-нибудь там другое делать? Возьмет горло, перережет ему или сердце вырежет? Нет. Он об этом даже не думает. Он знает, он доверяет хирургу. Так представьте, Бог намного больше, чем хирург. Он может помочь каждому, если человек доверится Богу. Воля Божия для человека самая лучшая. Но, к сожалению, первый, кто восстает против собственного счастья – это человек. Мне это Господь сразу сказал после собрания, что человек восстает против воли Божьей. Бог ему хочет хорошую жизнь, хочет ему ответить, хочет. и первый, кто блокирует это – сам человек. Это странно, но это так. Посмотрите, Бог проговорил через Моисея, Бог услышал вопль израильского народа в рабстве в Египте. И Бог избирает Моисея. Избирает Моисея для того, чтобы, для цели, для того, чтобы вывести свой народ из рабства. И он передает через Моисея послание. Какое? Я выведу вас из рабства и введу вас в землю, где течет молоко и мед. Это просто, это заоблачно, это сказочно. Это жизнь, которая, знаете, рабы всегда завидуют господам. И возможно так, что израильский народ, они же были в рабах, в рабстве, строили эти пирамиды, камни, вот эти кирпичи делали. Они, может быть, завидовали египтянам. Те хорошо жили, те как господа жили. А Бог им говорит, нет, это не сравнится, жизнь египтян не сравнится, не завидуйте им. У вас будет в сотни раз лучше жизнь. Я выведу вас из этой земли египетской и веду вас в землю, где течет молоко и мед. Вы просто представьте, не надо добывать, не надо копать, не надо прилагать тысячи усилий, а там течет, ты подставляешь, просто как из крана течет. Это жизнь, это в наслаждении жизнь. И кто первый блокировать стал? Кто восстал против воли Божьей? Сами эти же рабы. Не кто-то, сами рабы восстали. Бог тебе так много говорит, может пророчества были в твою жизнь, первый, кто блокируешь, это ты сам. Ты сам, ты сам блокируешь свою жизнь, благословение. Например, первый псалом говорит, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод. Листь его не знает засухи, почему? Он у потока вод, его корни достают до глубокой воды, у него будет все в порядке, он будет защищен, он будет благословен. А когда? Когда в законе Господа воля его, когда о законе его помышляет он день и ночь, видите, Господь ведет тебя, и он тебе говорит, вот выход для тебя, помышляй от Слови Божьем, и ты не будешь помышлять о суете и о всякой ерунде. Помышляй, вот воля Божия для тебя, чтобы ты был зеленым листом, а не завялым, не сухофруктом, не засохшим. Есть цветущие верующие, а есть завядшие, увядшие верующие, но Господь хочет оживить каждого, поэтому нужна вода, каждому растению нужна вода, и нам, как верующим, нужна живая вода. Одно дело знать волю Божью, а другое дело исполнять. Вся проблема в том, что у нас очень сильная воля, очень сильная воля. Почему? Бог сам сказал в начале, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Поэтому мы созданы по образу и подобию Бога. У меня есть воля, она сильна, она может победить Бога. Бог может стучаться в мою жизнь, я скажу нет, и все. Я могу дьяволу сказать нет, я могу человеку сказать нет. У меня настолько, у человека настолько сильная воля, что мы даже можем блокировать Бога. Бог может стучаться в нашу жизнь. Сколько Иисус, даже Иисус подъезжая написано плакал к Иерусалиму и он говорил, он пророчествовал, он высказывал свое сердце, просто представьте, сердце Бога, а что же там? И он говорил Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков камнями и посылающих к тебе сколько раз, представьте, Бог, вот сердце Бога, сколько раз я хотел вас собрать, я хотел собрать, как птица собирать птенцов, это очень мило, посмотреть, как птица собирать своих птенцов, они такие бегут, хоп, она под крылочки им тепло, они там вот такие прям в уюте, в комфорте, все, не знают ни беды, ни голода, ничего. И он говорит, я вас так хотел под свои крылочки, а вы не захотели, вы не захотели. Первый, кто блокирует волю Божию, это ты сам. Я очень много раз блокировал волю Божию. Каждый из нас, мы блокируем волю Божию, мы даже не осознаем ее. Почему? Потому что в этот момент мы не можем почувствовать, что чувствует Бог. Бог, который пришел ответить на твои молитвы, ты его заблокировал, ты даже не понял, что ты огорчил Бога. Для себя это как будто ничего вообще. А потом мы смотрим засуха в жизни, нету радости, нету силы, нету перемен. Почему? Ты заблокировал Бога, Бог что-то хотел произвести в тебе, ты не позволил. И поэтому Иисус, он плакал, он приблизился и со слезами говорил, Иерусалим, Иерусалим, я хотел, но вы не захотели. Итак, воля Божья всегда отвергается человеком. Она отвергается человеком, несмотря на то, что она в разы лучше человеческой воли, она превышает все представления ожидания человека. Человек не может себе так позаботиться о себе, как это сделать. Представьте, ребенок родившийся, что он может для себя сделать? Ничего. мамочка все делает, гнездышко делает для него, кроватку, одежку, все тепленько, даже водичку тепленькую. Да как ребенок сам о себе так позаботится? Как? И где он возьмет молоко? Как он может сказать, что я не нуждаюсь в матери, я сам могу вырасти? Как? Нуждается каждый человек. Поэтому мы так же понимаем, мы же те же дети, а он наш отец. и мы нуждаемся, и он, его воля для нас самая лучшая. Просто представьте, я сейчас говорю о том, Бог говорит к вам через меня, его воля для вас самая лучшая. Вы можете сказать даже аминь десять раз и отвергнуть волю Божию, сказать, не принять этого внимания, оно как будто бы не проникает внутрь вас, оно отскакивает, это семя отскакивает и отлетает, и все, и птицы подлетают. Что они будут семенем делать? Сидят его. Вся проблема в том, что у нас очень сильная воля, и даже Иисусу пришлось бороться в Всеманском саду, чтобы победить себя. И что Иисус сказал после молитвы? Какие его были слова? Отче, не моя воля, но твоя да будет, да будет воля твоя. Иисус слух выражает проявление воли Божьей. Он говорит, я проигрываю, выигрываешь ты, отец, у меня есть моя воля, это потому, что это моя жизнь. Слушайте, сколько раз мы говорили, это моя жизнь, несуйся в нее, это моя жизнь, несуйся в нее. Послушай, не говори никогда Богу такие вещи, потому что ты погибнешь с этими словами. И так и будет надгробной плите написано, это моя жизнь. Послушайте, Иисус написано всю ночь боролся, у него выходили капли пота, как капли крови, кровь выходила из тела, потому что всегда он был послушен Отцу, от самых небес, он с небес спустился на землю, он все всегда подчинялся Отцу, и здесь он встречает конфронтацию, он не то, чтобы не согласен с волей Божьей, он ищет выход из ситуации, потому что то, что для него приготовлено, это чаша страданий, она настолько ужасная, что никто из людей, из нормальных людей не готов пить эту чашу, чашу страданий, и он, так же бы поступили и мы, мы говорим Боже, может быть есть другой вариант, может быть есть другой вариант жизни, может быть есть какой-то выход, а ответ не приходит, Иисус говорит, отче, не моя воля добудет, но твоя, твоя, твоя воля, опять, ладно, помолился и все понял, опять у него зацепило, опять он как представляет, что с ним будет сейчас происходить, он же был духовной личностью, Иисус, он все видел, он видел издевки, он видел плевки, он видел все подстрекательства, провокации, когда тебя провоцируют, и ты никто, ты ничего не ответить не можешь, а он мог, он был взмах руки или просто что-то, все ему ангелы подчинились бы сразу, и вышли бы, уравняли бы землю, и всех врагов уничтожили бы, Иисус, имея эту власть, отвергает ее и говорит, моя воля нет, воля Божья, смотрите, оказывается, знание воли Божьей еще не до конца, не достаточно только знать волю Божью, тебе придется принять и исполнить ее, и тогда ты увидишь радость, тогда ты увидишь чудеса, прорыв, ты заблокирован самим собой, почему ты живешь по старым принципам, ты живешь, в тебе живет старая природа, каким-то образом она воскресла и продолжает руководить и господствовать и доминировать, не ругайте и не судите проповедника, хорошо? Я ни в кого точно не кидаю камень, но в тебя попадает, потому что это важно услышать, ты многих вещей не имеешь в своей жизни, потому что ты гордый, ты думаешь, ты не гордый, ты гордый, и поэтому ты не имеешь много ответов от Бога, ты сейчас спрашиваешь, ты спрашивал у Бога, я тебе говорю, Бог использует мои уста, и я не боюсь этого сказать, у тебя есть гордость, написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, а что такое благодать? Благодать это способность творить невероятные вещи со стороны Бога, она никогда не идет со стороны человека, она идет со стороны Бога, так почему в жизни многих благодать действует, а в жизни некоторых не действует, потому что есть гордость, есть гордость, есть блокирование, а я не согласен, а я думаю по-другому, а у меня есть мое мнение, у тебя нету своего мнения, у тебя мнение телевидения, у тебя мнение интернета, у тебя мнение твоих друзей, у тебя нету своего мнения, почему? Потому что ты все, что ты видишь, это твоя копилка, ты копилка информации, ты собираешь информацию, которая вокруг тебя, и потом ты говоришь, это мое мнение, нет, это не твое мнение, это мнение окружающих людей. Ты просто что-то выбрал из этого. И каким бы ты не присвоил себе свое мнение, если ты хочешь что-то получить от Бога, тебе нужно отвергнуть свою волю. 100%. Поверить Богу – это значит отпустить руки и довериться ему. Представьте, вы пришли на операцию, и вам хирург говорит, ложитесь на стол, переворачивайтесь, сейчас будем обкалывать, замораживать будем и резать. Он такой достает шприц, а вы его за руку хватаете, держите его за руку. Говорит, что вы делаете? Зачем вы схватили меня? Вы сделаете точно аккуратно уколы? Он говорит, послушайте, я доктор. Если вам не нравится, вы можете подумать, выйти в коридор, подумать, передумать. Там еще много людей в коридоре сейчас лежат на операцию. Ну ладно, колите. Укололи, а потом достает скальпель. Нож! Что он будет делать с этим ножом? Он только начинает резать, его хватит за руку. Зачем меня резать? Меня не надо резать. Вы что делаете? Это мое тело. Как вы можете мое тело резать? И вот, представляете, постоянно человек вот так Бога хватает за руку. Бог что-то хочет совершить. Нет, я не дам это. Нет, я не согласен. Нет, 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 нет. И где-то только, где-то человек сдается, потому что уже сломался, уже ноги не держат, потому что по коленям удар произошел, уже просто рухнул, как мешок. Бог, делай в моей жизни все, что ты хочешь. А зачем надо было дожидаться таких методов? Зачем? Есть такое выражение, оно мне понравилось. Когда жизнь ставит человека на колени, это удобное положение для молитвы. Начинай молиться, а не роптать. Можно на коленях роптать начинать. И я вам скажу, это больно слышать, особенно в праздник 8 марта. Но много вещей, много вещей. Вы представьте, израильский народ даже не знал об этом. Иисус это высказал в Духовный мир, это записали в Евангелие. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим. Он мог бы каждому подойти, израильтянину, и сказать, я так хотел изменить твою жизнь, но ты не захотел. Ты не захотел. Ты не захотел. Ты какого-то царя себе возомнил, и я не подошел под ваши представления, я под ваши размеры не подошел. Поэтому вы меня отвергли, и сейчас идут приготовления к новому мессии, а того, который был послан от Бога, отвергли и убили на кресте. Он не нужен нам. Сегодня, если вы приедете в Израиль, будете говорить об Иисусе, вам тут же скажут, это не наш. Он не наш. Человек приезжал оттуда, говорил, ему сказали, Ишуа не наш. Есть, конечно, верующие в Израиле, рожденные свыше. Аллилуйя, слава Богу, пусть их больше становится. Но основная масса говорит, Иисус Христос не наш. Новый завет мы не признаем. Благословение мы не признаем. Наш Отец Авраам. А Иисус говорит, вы что? Сказать вам правду, кто вы? Вы дети дьявола. Восьмая глава Иоанна. Давайте мы прочитаем Слово Божье. И в Сисянам вторая глава. Поэтому Иисус и сказал, будьте как дети. У детей гордости нету. Они такие просто стоят простые, как пять копеек. У них нету, поэтому они все получают. Иисус говорит, будьте как дети. Мы же блокируем Бога. Эфесянам вторая глава. Первый стих. Я буду читать в современном переводе. Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов. И поступали так, как принято в этом греховном мире. По велениям властителя сил, обитающих в воздухе. Духа действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы всегда, мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. То есть, здесь остановимся. Так как мы жили, мы жили, не зная даже, что нас ждет наказание. Мы как слепые жили, грешили и не осознавали этого. И мы не могли измениться. Может быть и осознавали, но не знали, как измениться. Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, выспасены по благодати. Почему многие люди не могут принять свое спасение? Им мешает их статус, их гордость. Как это я бесплатно получу? Бесплатно только сыр в мышеловке. У них, знаете, у них включается совершенно мирское мышление. Мы не говорим, что по благодати это бесплатно. По благодати это для тебя бесплатно, но для Христа это стоило всего. Всего. Он отдал свою жизнь, пролил свою кровь. Пролейте вы за кого-то кровь. Идите и будьте донорами для десятерых, сто человек. Весь год отдавайте для кого-то кровь. Сделайте это. Вы скажете, нет, у меня головка закружится. А вот Иисус всю свою кровь отдал. Начинайте искать Бога. Поймите, кто Он. Поймите, что Его природа, в ней нету зла. Бог – это самая добрая личность, самая светлая. И когда ты начинаешь больше и больше фактов иметь о Боге, ты понимаешь, что причинить Он тебе зло не может. Он тебе не сделает никакого зла. Да, Он может быть даст тебе какую-то ситуацию, но в этой ситуации будет с тобой рядом стоять. Он допустит, может быть, какую-то проблему, но через это Он сделает твою веру крепче, и ты будешь больше радоваться. Нету, это Бог на такие молитвы не отвечает. Бог, забери от меня все проблемы. Бог скажет, как твою веру тогда будет видно, как проверить ее, как вырастить ее, без проблем, без вызовов. Как? Это невозможно. Невозможно, как Иисус говорил, не прийти соблазном. Невозможно. То есть они приходят, и написано, противостойте Ему твердой верой. Противостойте. Зная волю Божью, мы можем противостоять проблемам, мы можем противостоять статане и демоническому миру. Когда? Когда знаем, что Бог за нас. А когда Бог за нас? Когда мы за Него. Когда мы подчиняемся Ему. И я прошу вас, отнесись серьезно к этому посланию. Я просто умоляю, убеждаю вас, серьезно задуматься, что воля Божья, вы ее можете оттолкнуть, вы ее можете отвергнуть, вы можете даже как бы не всерьез воспринять. И это будет ваша ошибка. И потом, когда вы будете стоять и просить церковь молиться, ответа не может не прийти. Потому что Бог имел с вами дело. Уже. Вы отвергли Его. Вы отвергли Его. Вы постоянно отвергаете Его. Вы бьете Его по рукам. Когда Он хочет сделать операцию какую-то и вытащить какое-то зло из вашей жизни, вы бьете Его по рукам. Вы не хотите, чтобы Он притрагивался вам. Вы вообще не любите, чтобы вас кто-то трогал. И тут Бог начинает трогать вас. Через какими-то обстоятельствами. И у вас все поднимается. Старая природа. А ей должен быть капут. В старой природе. Аминь. Давайте сейчас помолим.